Все путевки на новогодние каникулы проданы. Курорты Красной Поляны ожидают рекордный поток туристов. Транспортная логистика, пожарная безопасность, выполнение требований санитарных норм и правил собственниками средств размещения и предприятий общественного питания. Все эти и многие другие вопросы, касающиеся качественного приема гостей, находятся на контроле у местных властей. Особое внимание принимающей стороне необходимо уделить продуктовым запасам и подбору обслуживающего персонала, отмечают чиновники. Это два основных момента, по которым курорт получил больше всего нареканий в прошлом сезоне. Тогда из-за закрытых оптовых баз в дни новогодних каникул многие кафе и магазины остались пустыми витринами. Доработали на этот раз и дорожный вопрос. Как известно, большая часть отдыхающих на курорт приезжает на личном автотранспорте. Сейчас разрабатывается схема, дополнительно будут включены ласточки, также дополнительно будут в транспортной схеме отсекающие парковки. Будут дополнительно работать роза хутора только полторы тысячи мест для автомобильного транспорта. Поэтому в этом году все будет предусмотрено, чтобы не было коллапса, не было допущено того, чтобы какие-то были пробки и неудобства для наших отдыхающих. С 25 декабря на курортах ожидается заезд первых туристов. А со следующей недели Роспотребнадзор начнет обследование всех объектов питания и размещения, а также продуктовых магазинов. Удержание санитарно-эпидемиологического благополучия – главная задача контролеров. Добавился целый ряд документов, так называемых технических регламентов таможенного союза, которые также регламентируют деятельность при реализации продуктов питания. Прошу на это обратить внимание, потому что, в общем-то, там тоже ничего нового нет. Они просто собраны как бы в единый нормативный документ требования. Но ответственность за невыполнение этих нормативных документов на порядок выше. Это уже сотни тысяч рублей до миллионов. Поэтому просьба изучить перед началом сезона, чтобы ни для кого не было неожиданности. Договоры с оптовиками о поставке продуктов необходимо заключать уже сегодня, подчеркивает в Управлении потребительского рынка. Отмечают специалисты и то, что бизнесу не следует ориентироваться лишь на иногородних поставщиков. Обеспечить всем необходимым готовы и местные базы. Не стоит забывать и про доступность в прямом смысле слова. Было очень много нареканий. Я вам скажу так, из 44 жалоб, которые поступило за прошлый сезон, 12 поступило именно за то, что просто-напросто до данных объектов невозможно было добраться. Хотелось бы понимать уже в ближайшую неделю количество персонала, которое будет задействовано каждым арендатором для российской снега и для российской или уборки наведения порядка, санитарного порядка на территории предприятия общественного питания. В этом году на горнолыжных курортах обещают новые развлекательные программы и экскурсионные маршруты. Многие в горный кластер приезжают не только, чтобы покататься на лыжах, но и просто отдохнуть семьей. Для этой категории разработаны пешие прогулки по Красной Поляне. И для гостей, и для жителей города предусмотрены праздничные мероприятия на площадях Лауры, Горки города и Розы Хутор. Инга Габейшия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.